В Уфе 164 подобных киоска с печатной продукцией. Недавно Минкомсвязи России подготовила проект приказа, согласно которому количество подобных киосков должно увеличиться. Один киоск должен приходиться на полторы тысячи жителей. По Ленину сегодня прошлась, я ни одного киоска не обнаружила. Вот на гостинице Башкерия осталась, просто мне неудобно в эту сторону. Я вот сегодня чисто прошла, они, конечно, очень нужны. Мне некогда. Надо же, чтобы видеть, читать, я ее плохо вижу тоже. Иногда, очень редко покупаю журнал. Не пользуюсь я этим киоском. Зачем? Большинство всего, что здесь находится, это желтая пресса. Что там еще продается? Все. Китайские, тайванские побрякушки и сканворды. Сканворды для пенсионеров. Согласно проекту приказа, киоски с прессой должны располагаться рядом с остановками общественного транспорта на железнодорожных вокзалах и в пешеходных зонах. По обеспеченности жителей на миллион жителей, которые у нас проживают в Уфе, должно быть 733 объекта. Это по расчетам. Фактически у нас 750 объектов. Продажи в розницу должны увеличиваться, они во всем мире увеличиваются по сравнению с подпиской. Я считаю, что надо со стороны государства предоставлять преференции в розничной торговле, прессой. Это может быть и какие-то частные государственные формы партнерства. У нас на сегодняшний день Уфа-Печать не в очень хорошем финансовом состоянии. Было принято решение, чтобы дать им возможность 10% от имеющихся киосков перепрофилировать. Пять киосков, по-моему, у нас овощами торгуют, и три киоска у нас торгуют общественное питание. По экспертным оценкам, через киоски прессы в России реализуются порядка 60% сиражей газет и журналов. Однако количество специализированных объектов прессы за последние 8 лет сократилось на 30%. Алина Таюпова, Глеб Салыкин, телеканал ЮТВ.